Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромер ТВ. Ну вот, так получилось, что у нас в этом сезоне произошла незапланированная пауза вещания, это обусловлено прежде всего состоянием моего здоровья, ну, не железный, пришлось заболеть, и сейчас, в общем-то, еще процесс выздоровления идет, и поэтому я не могу очень часто делать выпуски, но тем не менее, когда вот боль отпускает, я буду стараться записывать новые программы. И вот, находясь в таком вынужденно скованном положении, я слушал телевизор, читал интернет и понял, что молчать-то, в общем-то, очень сложно, потому что и в интернете, и на телевидении уже звучат такие нотки надвигающейся Третьей мировой войны. У этого явления, как бы, несколько аспектов экономические, политические, культурные, и вот об этих аспектах я пригласил поговорить в нашу студию Степана Демору. Степан, добрый день. Добрый день. Ну, вот, мы с тобой все раньше как-то касались либо чисто политических, либо чисто экономических вопросов, но вот эта тема, она как бы вбирает в себя все, включая даже и вот, как бы я сказал, культурный код. Ну, да. В данном случае, в последнее время, вот, звучит такая точка зрения, достаточно широко представленная, что за вот этой надвигающейся Третьей мировой войной стоит экономическая основа, связанная с тем, что США находится в предкризисном состоянии. Для того, чтобы стабилизировать свою финансово-экономическую систему, им необходимо развязать целую цепочку войн на периферии, для того, чтобы обеспечить приток капиталов в свою систему, этакий град на холме. Ну, точка зрения достаточно широко представленная, причем она звучит и на федеральных каналах, и в интернете. И вот, я знаю у тебя на этот, совершенно другой взгляд на эту проблему, отлично. И я хотел бы, собственно, узнать твою точку зрения, как экономиста, как человека, который интересуется политикой, насколько вот пропорционально реальности вот эта версия, что в данном случае надвигающуюся Третью мировую войну инспирирует США для того, чтобы решить свое экономическое затруднение. Ну, по большому счету, это, конечно, бред, с какой точки не подойти, как бы так сказать. Знаете, эдакая Стариковщина. Прошу, значит, функционеров партии, кого-нибудь там ПВО, не обвинять меня в изобретении этого термина. Я вам ссылочку дал на труды аж дореволюционные, где уже была Стариковщина. А то видели, понимаешь, что я изобрел Стариковщину, он обиделся. Такие у нас подсариоты. Ну, с чего начать? Откуда, во-первых, взялась эта тема? Это в чистом виде пропагандонства. Потому что эта тема плавно сменяет тему жида Бендера фашистов, укропов и тому подобное. Самых главных врагов русский мир. Потому что Новороссию слили, как я давно говорил, Крым скоро будут возвращать. Уже процесс начинается, например, последнее заявление так называемой Новороссии, а ее уже больше нет, ее Донецкой и вот этих, короче, республик о том, что Севастополь есть неотъемлемая честь Украины. Да, это известный конфуз, когда в их конституции... Пипец вообще, ладно. Вот, поэтому, скажем так, рабочему скоту или быдлу в простонародье нужно подкидывать нового врага. Что-нибудь такое грандиозное, вокруг чего можно объединиться, забыть о холодильнике и жить в дерьме. Враг какой? Треть мировой войны супостат США, который ненавидит нас за нашу высокую духовитость. Ну, а что, разве это не так? Понимаешь, США и весь радостный мир к нам относятся, как, знаешь, к такому пьяному соседу. У которого можно взять вещички, полезные ископаемые. Они и так им принадлежат. Вот скажи мне, про полезные ископаемые, нафига в таком климате платить кому-то дополнительно, чтобы что-то добывать, когда эти русские так все добывают и продают. А все нефтедоллары, которые приходят к этим русским, возвращаются обратно к нам. Смысл? Бред. Я продолжаю тему, как нам... Ты хочешь сказать, что это такая игра на публику? Конечно, это пропагандонство в чистом виде. Потому что, как нам относятся, как к пьяному соседу. Знаешь, есть в доме пьяный сосед или в поселке. Пьет, что-то чудит, ну, доставляет неудобства, ну, как-то все с этим мирятся. А потом чувак хватает белочку и начинает там либо сжечь квартиру, либо косты разводить. И вот тогда уже народ начинает понимать, что это проблема, может спалить весь дом. Его либо надо сдать, либо просто учморить. Вот так, как к нам относятся. А мы стали сжечь дом и тому подобное. Поэтому, еще раз, на Западе очень прагматичные люди. Эти ребята там в своей Сибири, в этом жутком климате, все добывают, нам продают. И практически за бесценку все возвращается обратно. Нафига с ними связываться? И так все нормально. То есть ты хочешь сказать, что нынешние власти, они являются просто вот марионетками Запада. И все, что нам показывают, вот это противостояние, это игра такая? Игра на публику. Нам же сказали русским языком, есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. А разве это не так? Есть, давай не будем в эту тему, если останется время, да. Я скажу только одно, что в конце 2011 года, после того, как Единая Россия с треском провалила выборы, набрав 24-26%, и произошла рокировочка, которую из политологов никто вообще не предвидел. А я говорил, что будет рокировка, потому что Медведев не проходной. Я сделал прогноз, официальный прогноз. Сказал, что третий срок Путина и существование страны несовместимы. Что мы наблюдаем в выполнении этого прогноза? Ну, страна нормально развивается. Что экономика схлопывается, армия снова показала свою, скажем так, недееспособность в Украине. Ну, где? Мы ни с кем не воевали, так мы в Украине не воюем. Ну, слушай, войска, вы не воюете, да, а откуда там эти спецназовцы? А их уволили, и жены от них отказались. Ну, я так, вот к вопросу Путина и России. Мой прогноз сбывается. Свидетелем этого прогноза был некто, вице-премьер Кузык. Меня тогда еще приглашали на всякие фрик-шоу на федеральных каналах. Я там сделал, конечно, вырезали. Но у меня там дело. К Третьей мировой. Значит, война, как ты правильно сказал, решает экономический вопрос. Какие экономические вопросы может сейчас решить Третья мировая война? Это первое. Второе. С кем воевать? Война должна быть длительной, разрушительной. Там должно погибнуть много народа, чтобы снизить нагрузку на почву. Допустим, Европа и Россия. Слушай, война с нами, Европа без США воевать не будет. Война с нами заканчивается за неделю-две. Ты сам сказал только что, что наша армия показала себя плохо. Недееспособно. Поэтому война заканчивается за неделю-две. Посмотри на Ирак. То есть, хочешь сказать, что войска НАТО будут стоять в Кремле? Легко. Им не надо доходить до Кремля, понимаешь? Просто армия будет разбита. Все будет разбито. ПВО будет разбито, уничтожено. Посмотри на Ирак. У нас такая же армия примерно. Ну, может быть, танки поновее. Все. Но у нас есть еще ядерное оружие. А, ядерное оружие есть, да? А кто будет применять? Ну, как? Верховный? Да, Верховный. Я думаю, что он сначала в трусы помочится, прежде чем подумать о кнопке. Но, прежде чем Верховный, если даже он нажмет кнопку, есть еще целая вереница людей, которые должны совершить некие действия. Я сильно сомневаюсь, что они это сделают. Потому что у них семьи, у них уже деньги. Приличные деньги, да? Зачем им это? То есть, его как бы нет. Его как бы нет. Оно есть. И можно в целях внутренней пропаганды размахивать ядерной дубинкой. Запад тоже этому очень рад. Потому что, о, смотрите. А мы тут, понимаешь, расходы на ВПК сокращали. Ну, смотри, что сейчас творится. Американцы начинают увеличивать расходы. Европейцы начинают увеличивать расходы. И здесь, и там генералы жутко счастливы. Выигрывают все. Ну, никто не выигрывает. Потому что расходы на оборонку, за исключением новых технологий, развития новых технологий, это минус УВП. Это деньги в никуда. Потому что эти расходы, эти расходы не приводят к созданию добавленной стоимости в будущем. Скажем так. А украденные деньги, они как... Они на Запад попадают все равно. Они тоже не дают ничего. А здесь, по крайней мере, создаются рабочие места. Какие рабочие места? За два инженера за 20-30 тысяч рублей в месяц? Ну, почему? В оборонке сейчас хорошие запады. Хорошие, да. Инженеры 25-30 тысяч. Больше. Ну, слушай, я узнавал специально. Я почитал, посмотрел. У меня была, когда в физтехе учился, была база, не ИТП. Мне прислали форум этой организации, да, где люди описывают, что там происходит. Я тебе так скажу, что космос мы потеряли. Авиацию мы потеряли. Все, что у нас ездит и летает, еще было в Совке сделано. Так что, знаешь... То есть ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что армии у нас нет. Она есть, может быть, для внутреннего потребления, как ее сейчас собираются использовать, подавлять возможное недовольство. При встрече с любым маломальски грамотным и хорошо вооруженным врагом, ее просто нет. Потому что наше вооружение морально устарело. То есть ты хочешь сказать, что вот эта вся информация, которая проходит о том, что якобы сейчас будет Третья мировая война, это все неправда? Сейчас идет... Давай по полочкам разложим, значит. Сейчас идет демонизация Путина на Западе. На полном ходу. Зачем идет демонизация? Потому что будут задействованы в скором времени, будут задействованы натовские солдаты, часть из которых, разумеется, погибнет. И электорат, западный электорат и оппозиция должны это воспринимать как необходимая плата за что? За восстановление демократии, прав и свобод человека и бла-бла-бла. Полный набор. Ты думаешь, что западный обыватель пойдет воевать за... Уже да. Значит, обыватель не воюет. Территориальной целостности Украины. Обыватель не воюет. Обыватель не воюет. Воюют профессиональные солдаты, которым за это платят деньги. Обыватель это всего лишь электоральная база, которую нужно подготовить к тому, что возможно придут несколько похоронок. Вот и все. Обыватель не воюет. 90% населения любой страны такая биомасса. Она к решениям никакого отношения не имеет. Она только ходит и нажимает какие-то кнопочки, либо опускает бюллетени. Будучи уже подготовленной морально, какой бюллетень надо опустить. Поэтому в чем здесь обыватель? Обыватель это электоральная база, которую нужно подготовить к тому, что придут возможно похоронки. Вот и все. Я даже могу примерно описать, как это все случится, если хочешь. А потом через 2-3 месяца. Давай. Значит, Украина сейчас блокирует Донбасс и Крым. В Крыму и так уже полная жопа. Воды там нет, туристический сезон сорван. Единственное снабжение, которое идет, это через Украину. Потому что, ну, как и говорилось, вся эта смешная переправа. Ведь смешной мост, несерьезно. Значит, Крым будет заблокирован. Там начнется гуманитарная катастрофа. В чистом виде. Значит, чтобы поддержать вновь приобретенный кусок земли, который Крым наш, придется прорубать коридорчик. Придется брать Мариуполь. И к этому все идет. Помнишь, мы сейчас говорили, что в США ничего делать не будут, пока у них не будет достаточно войск по периметру Украины, которые могут быть очень быстро дислоцированы на линию фронта. Они ничего не делали. Они только ходили, уговаривали, говорили Путину, как это нехорошо, как это некрасиво. Сейчас войска там. Риторика поменялась моментально. Просто чисто риторика моментально поменялась. То есть, они выиграли время. Они не выиграли время. Им было нужно время на дислокацию сил. Эта дислокация была произведена. Был произведен набор в украинскую армию. Заканчивается сейчас подготовка первых групп, более-менее профессиональных военных. Новобранцев. Нужно было время накопить вооружение и тому подобное. То есть, все сейчас готово. Путину просто сейчас кидают крючочек с наживочкой. Суть по всему, он ее заглотит. Вот Крым это будет такая наживка хорошая, которую он должен заглотнуть. И начнутся боевые действия. По разным оценкам, чтобы дойти до Мариуполя, придется положить от 100 до 150 тысяч солдат. Ну, я, наверное, не соглашусь с такими оценками. По разным оценкам. По разным оценкам. У Хохлов сейчас уже под ружьем порядка 300 тысяч. И как показывают... Оценивать морально... А вот как раз у Хохлов с моральным духом все в порядке, как показывают события в той же Маринке. Они же все знали, они же все видели. Кто им давал информацию? Во-первых, у них прекрасная аэроразведка. Сейчас у Хохлов поставлена. Во-вторых, спутниковая информация. Спутниковые все данные сливались. И что случилось, они просто подтянули артиллерию и накрыли всех. Плюс были прекрасно, конечно, подготовлены к ведению боевых действий. Ну, а как тогда объяснить третий Майдан, который начали разгонять? Это, слушай, это чистая провокация. Третий Майдан, когда он начнется, да, и он начнется. Чем быстрее он начнется, тем лучше. От всех этих вальцманов и кроликов... Ну, это... Яйценюк. Яйценюк, как их называют, Деги-2. Дегенераты-2. Их ничего не останется. А кто придет? Хочется надеяться, что националисты придут. Ярош? В том числе. В том числе. Хочется надеяться. Но ведь в этом случае обострение ситуации на Крымском полуострове, оно как бы предопределено. Да нет, нет. Оно будет сейчас. Оно будет еще до третьего Майдана. Сейчас разберутся с Путиным в Украине, а может быть и здесь. И тогда уже, поскольку экономическая ситуация... Но кто будет разбираться здесь? Зачем вообще? Олигархи. Я тебе сказал, кто? Олигархи. Я не понимаю. Вот вначале ты говорил о том, что Путин все выполняет, как надо. Западу все хорошо. Перестал выполнять. Он заигрался в свою роль. Понимаешь, он всю жизнь... Ну, то есть он начал проводить какую-то свою самостоятельную политику? Да нет, 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 нет. Ну, как же, ты говоришь... Что значит самостоятельная политика? Вот давайте объясню, нам на пальцах все это разложу. Значит, есть некоторые вещи, да. Вот, грубо говоря, чувак держал район, да, там, своей песочницей, что-то делал, отжимал, делал, делал. А потом у района стало мало, ему шиза в голову влезла, что он великий. И он решил заняться городом. А в городе сидят большие дяди, которые в разы умнее и в разы мощнее его, его группировки. Потому что что он сделал? Значит, есть некие краугольные камни существования мировой системы сейчас, политической и экономической. Самое основное из них это то, что есть некие сильные державы, которые могут все, закон джунглей. Ну, прикрывают это всяческим правами человека. Ну, стандартный набор. Но они могут ответить за базар. Потому что если кто-то против них пойдет, его просто разотрут. Они за базар могут ответить. У них есть экономика, у них есть мощнейшая финансовая система, экономическая армия, все на свете. США, Евросоюз, пожалуйста. И есть, и этим державам выгодно соблюдение принципа территориальной неприкосновенности. И не вмешаясь в твое внутренние дела. Значит, Путин это все нарушил. Причем он это нарушил, не имея с собой ничего. Ни экономики, ни промышленности, ни финансовой системы, ни армии. Грубо говоря, с одной гранатой, хорошо поддав, разорвав носительник, вылез из окопа на четырех немецких тигров. Молодец. Что с тобой случится? Раздавит? Ну, тут я тоже... Заметь, я тебе просто один пример приведу. Значит, если ты внимательно обращал внимание на риторику западную, то до определенного момента времени никто вообще не вспоминал про Будапештский меморандум 1994 года. Вообще. А там гаранты территориальной неприкосновенности Украины, США, мы и Британия. Никто не вспоминал. Потому что это открытый плевок США и Евросоюзу, и всему Западу. Что какие вы гаранты, что можете гарантировать в натуре пацаны, как у нас говорят, да? Они не были готовы прогарантировать. Сейчас они готовы прогарантировать. Эта тема моментально всплыла. Вот и все. Решение принято. Вопрос стратегии и тактики. Стратегия тоже известна. Тактика. Потому что, еще раз, электорат западный и ту же западную оппозицию, ее нужно подготовить. Хорошо. Но у меня тогда такой вопрос. Вот смотри. У нас только что, ну, можно сказать, закончилась тема с мистралями, которые нам не продали. Ну, мы в свое время тоже кинули Иран с СС-30. Вот я как раз в этом ключе хотел и продолжить. СС-30... С-300, пожалуйста. С-300, да. С-300 ПВОшный и Иран. Ведь получается так, что не поставляя ракеты Ирану, мы как бы действуем в интересах наших западных партнеров. То есть мы оказались такой вот Францией для Ирана и продолжаем плясать под дудку Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, нас вот Франция наказала, опять же, под дудку США, не дали корабликов попускать в Черном море. Значит, но в данном случае получается так, что если мы не продаем С-300 Ирану... Так же вроде продаем. Нет, опять, опять. Значит... Нет, нет, так они не встали, не пересекли границу. Получается таким образом, что Путин-то продолжает в данном случае быть лояльным Западу. Он не лояльный Западу, он пытается спасти свой тухис, потому что... Нет, но если он, как ты говоришь, порвал на себе тельник, ему уже все равно, и он... Нет, он-то, нет, он на себя порвал. Он-то думал, что в ужасе тигры разъедутся. Они не разъехались. Ну, тогда надо проиграть. Он блефанул и проиграл. Он блефанул и проиграл. Все. А за это будем мы гребать. Кстати, кстати, очень, скажем так, обнадеживающая, что ли, риторика того же Запада, что они, Запад, в своей риторике, разделяют Путина и народ, проживающий в России. То есть они не демонизируют всю страну и не демонизируют весь народ. Ну, тогда в данном случае им же не нужна война, им нужна спецоперация. Да. А войны не будет. Я говорю, спецоперации на неделю-две. Как с Ираком. Раз-раз и все. Все свободны. Так, наверное, там даже и такое не надо. Это достаточно, как говорится, несколько профессионалов. Там достаточно. Украинцы научились воевать. И у них высокий моральный дух. Поэтому... То есть ты предполагаешь, что произойдет некая вот такая движуха... Будут серьезные бои, бои столкновения. Будет значительное количество убитых и раненых. Но где это будет? В Москве или на Донбассе? Нет, на Донбассе. Скорее всего, на юге. В Мариуполе. Будет попытка наступления там. Потому что на Донбассе они попытались, им по зубам дали. Значит, пойдут туда. Но Третья мировая война. То есть вот так, как ее рисовали в фильмах. Она ничего не решает. Некий вопрос еще раз. Потому что воевать не с кем. С Россией воевать неделя-две. С Китаем зачем? Понимаешь, экономические связи сейчас, так называемая глобализация, она настолько... Такой вопрос. Третья мировая закончилась настолько всеобъемлющая, что воевать, воевать, вот используя армию, уже никто не воюет и не нужно. Есть экономические войны, есть финансовые войны. Очень действенное оружие, которое ставит на колени любую страну. Второй момент, который раньше решали войны, это сокращение нагрузки на почву. Потому что много сейчас на земле живет народ. Но мировая война это тоже вопрос не решит. Для этого есть всякие вирусы, шмирусы и тому подобное. Поэтому в том виде, в котором нам описывают, там летят бомбардировщики, летят ракеты, все стреляют, этого не будет, это не нужно. Мировая война, она давно идет. Победитель тоже известен и найдет совершенно другими методами. Это экономические и финансовые методы. Все. Тогда у меня такой вопрос. Зачем тогда на периферии постоянно зажигаются новые очаги конфликта? Такие, как сейчас в Саудовской Аравии с Йеменом военные столкновения. Зачем разжигается на Ближнем Востоке пожар? Что значит разжигается? Никогда не задумывался на том, что совершенно нормальный, естественный процесс. И второе, что, знаешь, иногда не нужно никакой закулисы. И теория Загоров где-то нужна, а где-то нет. Достаточно понять одну простую вещь, что человеческая глупость бесконечна. Лимиту или предела человеческой глупости нет. То есть ты хочешь сказать, что это само собой происходит? Отчасти да. Это, понимаешь, для войны должны быть созданы условия. Она просто так не разжигается. Как и революция, как и любой переворот. Для него должны быть созданы условия. Эти условия создаются внутри страны. Идиотским правительством, идиотской экономической политикой. Что с экономической политикой нашей надо делать? Понимаешь, ну примерно, вот скажи, может ли сейчас Германия начать воевать с Францией? Да нет, конечно. Потому что нет экономических предпосылок. Нет, не созданы условия внутри этих двух стран для начала войны. Конечно, понимаешь, когда созданы условия, достаточно небольшой, ты сам инженер-физик, да, понимаешь, что когда система находится рядом с точкой фазового перехода, маленькое возмущение понеслась по кочкам. Так и здесь. Достаточно вот в арабском мире разделение по доходам дикое. Бедность и богатство соседствуют буквально вот рядом. Плюс еще ислам, да, жуткая религия. Достаточно маленькой вспышки. Неважно, откуда она придет. И понеслась. Эта система уже так вот готова, понимаешь? Тоже сменился в Саудовской Аравии король. Или кто у них там? Король, падишах, шах, вот так вот. Новый пацан пришел, он же должен быть пацаном, реальным. А не просто так, как Медведев пришел, место занял. Ну и понеслась. То есть ты считаешь, что основной массе людей бояться нечего? Нет. Им нужно бояться отсутствия медицинского обслуживания, вакцинации и вирусов. Искусство созданных человек. Эпидемий. Понятно. Который будет косить всех. Когда будет принято решение об этом, скажем так. Ну, тогда понятно. Недавно совсем-совсем-совсем. Мой патент не пошел в дело. У меня есть патент. Я разработал антивирусную маску с ультрафиолетовым фильтрацией, обработкой потоков. Патент есть, а палки в колеса пошли сразу. Я вот недавно был из такого чувака... Есть даже действующий прототип, правда, всего один. Есть же такой известный человек Билл Гейтс, да? Да-да. Там они в компашках такая замечательная. Они занимаются проблемами депопуляции Земли под видом гуманитарной помощи. Недавно они опубликовали интересный доклад. Оказывается, они посадили несколько ученых проанализировать, насколько сократится население Земли в результате естественных катастроф. Там землетрясения, наводнения, еще что-то, изменения климата. Доклад их разочаровал. Оказывается, не очень сильно. Все они лишний раз убедились, что бактериологическое и биологическое оружие это единственное, что они могут использовать для сокращения популяции Земли. И все. Поэтому бояться нужно совершенно другого. А масочка твоя пригодится. Ну, понятно. У нее единственный недостаток, она достаточно дорогая. А динамо-машинки есть там зарядка аккумулятора? Нет, ну там можно от солнечных, там от USB. Потому что батареек-то может и не быть. Нет, там от аккумулятора, да. Проблема в том, что сами активные элементы, они достаточно дорогие. И пока вот при штучном производстве они как бы... Ну, назови какой-нибудь VIP-эксклюзив. Но ведь надо защищать-то всех. Вот. Этого тебе никто не даст. Понятно. То есть... Понимаешь, это как со свободной энергии. Пожалуйста, она может быть хоть завтра. Но ее же не пускают. Или ДВС на воде. Пожалуйста. Есть прототип. Но ее же никто не развивает. Экономический интерес. Это все. Как это говорится, никаких... Чисто бизнес. Ничего личного. Ничего личного, но просто бизнес. Это просто власть и ничего личного. Да. Понятно. Ну что ж, тогда давай сейчас еще поговорим о другом. Вот в предыдущих прогнозах ты говорил, что доллар будет под 100 рублей. Со временем. 125 первая цель. 125, да. Ну вот, мы уже практически близко к этим срокам. Но еще не достигли их. Нет, сроки я называл значительно дольше. Все зависит от того, когда мы сделаем первые цели. Первые цели стояли 46-47, но мы их не сделали, не дошли чуть-чуть. Бывает. Вот. А сейчас доллар уже к 55-56 рублей за доллар подошел. Значит, нет такого резкого роста, как это было в декабре. И не должен быть пока. И не должен. Но все-таки летом достаточно тонкий рынок. То есть объемы небольших торгов и могут быть любые колебания. Ну, не любые колебания. Понимаешь? Что делать гражданам? А ничего не делать. Я тебе объясню почему. Потому что граждане в основной своей массе действуют так, что 45 – это дорого. Это очень дорого. 50 – ну, это вообще. Это очень дорого. Стульничек? О, самый раз. Самое новое. Надо покупать. Поэтому что им делать? Ну, не суетиться под клиентом, потому что они потеряют больше, чем они… Потому что, понимаешь, люди… Вот я хочу сохранить там с горбом заработан и того подобное. Ну, чтобы сохранить, нужно иметь соответствующую психологию. Нужно видеть на горизонт там не 6 месяцев, а, скажем, 2-3 года. И быть подготовленным к тому, что вот вы купили, скажем, доллары, и вам глубоко наплевать на колебания курса. Особенно принимая внимание то, как он сейчас скачет. А люди же просто психически не готовы, не в состоянии это делать. Для них там падение на 10-15 процентов, они уже готовы застрелиться, из окна выкинуть. Они же как делают? Покупают. Ага, я хочу и сохранить, и тут же заработать. Жадность фрая разгубила. Так не бывает. Понятно. Поэтому ничего не делали. То есть, ну, вот я действовал, у меня такая стратегия, как появляются свободные деньги, я покупаю оборудование, на котором зарабатываю. Ты покупаешь средства производства. Ну, да. Это самая правильная стратегия. Эти вещи дают тебе какой-то денежный поток. Ну, по крайней мере, никто их у меня не изымет какие-нибудь знаки. Еще раз. Ты инвестируешь в будущее, ты покупаешь средства производства. Это совершенно разные вещи. Понимаешь? То есть, надо посоветовать нашим зрителям хоть совок на дачу купить, да? Для начала зрителям посоветовать иметь какое-то ремесло, понимаешь? Вот ремесло, которое их может прокормить. Скажем так, хорошим врачам и хорошим учителям в разы легче. Потому что, ну, они всегда востребованы, как и хорошим автомехаником, вот, специалистом. Слесарем, электриком. Специалистом. Вот, если ты специалист в своем деле, ты всегда будешь востребован, ты всегда проживешь. А если ты вообще ничего в руках, молоток держать не можешь? Хипстер. Хипстер, там, метросексуал, ну, биомасса. На тебе всегда кормились и будут кормиться. Офисный планктон, который жрут офисные киты. Да, 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 касаточка. Понятно. Ну, что ж, что еще, на твой взгляд, нас вот этим летом поджидает интересного, опасного? Да, я думаю, ничего особенного. Сейчас такое затишение, которое идет, скажем так, подготовка, разведка, боем к неким событиям. Я думаю, летом ничего особенного. У нас же осенью все начнет, август и осень. Ну, да, у нас магический месяц август. Вот все интересное в России это в августе. Я думаю, лето будет достаточно спокойным, что на рынках, что в политической жизни. Понятно. Но вот по весне звучали всякие такие голоса, утверждения о том, что вот в Кремле происходит тайный переворот. Ну, смотрите, ну, элементарно, да, все окружение Путина зависит от его существования. Есть Путин, они есть. Что говорил Володин, он имел в виду под Россией вот это вот, Озерский, грубо говоря. Нет Путина, их нет. Поэтому, что значит переворот? Кто кого будет переворачивать? Им только-только начинают реально закручивать бейцы. Вот Запад. Он уже готов им просто их оторвать. Просто, ну, что остановит Запад? Это, на мой взгляд, они не хотят, чтобы здесь начался хаос. Им это абсолютно не нужно. Они хотят, чтобы все случилось мирно и спокойно, чтобы страна вернулась на цивилизационный путь развития. И стала мирной колонией Запада. Она и так колония. Понимаешь, она и так колония. Просто, чтобы поменять управляющего. Просто здесь, извини меня, у нас религиозное и политическое мракобесие. Причем не стоит недооценить. Одно и простой факт, что Запад прекрасно знает о генетическом потенциале народа русских, вот славян, которые населяют. Он прекрасно знает. Он не хочет потенциал потерять. Поэтому не надо, вот пропагандоны говорят, что Запад нас порвет. Им это не нужно. Они объявили своей целью, что им нужен мощная Россия-союзник на евразийском пространстве для контроля Китая. С Путиным и существующей политической экономической системой, которая определяется очень просто, олигархическая криминальная система, это невозможно. Страна несется в пропасть. Вот и все. Поэтому народ у нас на улицу не выйдет пока. Да, я думаю, вообще не выйдет. А если все эти разговоры о том, политологов и болтологов, о том, что там в Кремле что-то будет, слушайте, они от него зависят полностью. Это единый симбиоз. Его нет, их нет. Потому что придут эти самые, как у нас там, оппозиция. Навальный. Да, непримиримые борцы с ковавым режимом, которые хотят только одного – влезть в ту же кормушку. Вот и все. Смотрите на Украину. Хорошо. В завершении нашей программы, Степан, вот личный вопрос. Не так давно звучало, что ты хочешь уехать из России. Готовлюсь, да. Куда ты уезжаешь? Не скажу. А когда это будет? Ну, зависит от того, как здесь события будут развиваться. Ну, то есть… Могу, кстати, в Хохляндию ехать. Ты хочешь сказать, что ты не видишь здесь перспективы? Вообще. Ну, а ты же говоришь, что Путина будут менять. А, еще раз. Или же все-таки не будут менять? На кого его поменяют? На таких же дегенератов, которые сейчас сидят в Киеве, да, их можно перечислять по именам. Это, возможно, Пудрин, да, Навальнеры все эти, как называют, Лихаимный Бальнер, да, не вырезай, пожалуйста. Кто там еще у нас? Ну, вся вот эта оппозиция, да. Ну, они, извиняюсь, что? Они дорвутся до кормушки, заменят все храмики на синагоги. И все. Ничего же больше не будет. Понимаешь, в чем проблема? Что у страны, как у живого организма, она больна. Вирус. Она погибает. У нее времени нет. У нас времени нет. Но лечение никто не прописывает пока. Вот в чем дело. Нужны изменения, а время уходит, а его используют не по назначению. Понимаешь, не надо вот ничего придумывать. Смотрите, что происходит на Украине. Кто пришел к власти, какие результаты управления и того подобного. Почему на Украине сейчас вводится прямое внешнее управление? Да потому что те дегенераты, которые, оппозиция так называемая демократическая, которая пришла к власти, они такие же дегенераты, как Янукович. У нас то же самое. Посмотри на нашу что неофициальную оппозицию, что системную оппозицию. Поэтому там вводится внешнее управление. Вот и все. И у нас будет... Но чем это внешнее управление лучше, ведь оно действует в интересах внешнеуправляющей силы? Слушай, та же внешнеуправляющая сила работает везде. Что, в Европе плохо жить? Или в Штатах плохо жить? Понимаешь, у этой страшной внешнеуправляющей силы получаются Южные Кореи. А у кремлевских с 1917 года получаются Северные Кореи. Я предпочитаю жить в Южной Корее. Знаешь? Там вирус. Мерс. Ну что ж, уважаемые... Что ж, уважаемые зрители, я думаю, Степан высказал свою точку зрения о том, что это не канонада Третьей мировой войны, а просто где-то грохочет гроза. И что, собственно, процесс продолжается, и проблемы на самом деле находятся здесь. Ну что ж, наш канал тем и славится тем, что мы даем высказать разные точки зрения, разные взгляды. Оставайтесь с нами, и вы услышите другие точки зрения. Я надеюсь, что мое здоровье все-таки будет позволять более часто выходить в эфир. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!